денис приветствую тебя привет всем очередная встреча технический фундаментальный анализ разбираем самые интересные возможности которые видим с точки зрения двух видов анализа того что на финансовых рынках происходит делимся с вами конкретными торговыми рекомендациями надеемся что эта информация вам полезно используйте фильтруйте протаскивать через вашу систему это мои традиционные напускные слова и общие комментарии которые от меня и от дениса контролируйте риски всегда это важно это прямо первоочередное правило следите за загрузкой депозитов разберитесь в правилах риск менеджмента потому что только с учетом понимания этих отзов можно действительно строить какие-то системы и работать эффективно прибыльно на финансовых рынках каким бы сектором этих рынков вы не интересовались валютным рынком фондовым рынком сырьевыми активами тогда сегодня поскольку все таки я традиционно комментирую фундаментальный фон если ты не против денис если есть возможности было бы здорово глянуть на британскую валюту и на нефть потому что сегодня у нас в повестке экономического календаря два как раз мощных фундаментальных событий это заседание опек и заседание банка англии ну вот пару слов давайте как демонстрация экрана скажу что хотелось бы прокомментировать пару слов буквально это индекс американского доллара который как вы знаете вчера все те кто торгуют долларом следили за итогом заседания американского регулятора и эти итоги не стали причиной не стали основой для взрывного роста который ожидали по баксу с точки зрения фундамента потому что фрс несмотря на сокращение программы количественного смягчения не обнадежил покупателей оптимистов по срокам повышения процентной ставки отметив что еще совершенно ничего не известно первое повышение процентной ставки очень туманной перспективы потому что есть вопросы к рынку труда сша есть вопросы к инфляции кстати завтра нон фарм пырл с традиционный релиз первые недели каждого месяца и первые 5 соответственно я думаю что статистика разочарует вот почему в принципе возможно фрс заранее это понимал в виде последней цифры по активности во многим секторам и не стал говорить о том что он созрел к именно решению которое предполагает получение ставки фондовый рынок доказывает то что участников рынка сейчас не срошат перспективы ужесточения политики потому что снг на знак доу джонса на исторических максимумов стать снг а 4657 пунктов вообще предсказуемые логичные покупки без каких-либо сомнений с какого бы уровня как показывает практика последних полутора лет вы бы не купили индексы вы все равно будете в плюсе по итогам даже очень небольших промежутков времени и небольшая такая историческая справка что ноябрь декабрь это традиционно очень сильные месяцы для фондового рынка особенно декабрь если кому интересно опять же по торговать под закрытие года фондовый рынок такую возможность пока предоставляет что касается сегодняшних героев торговой сессии британская валюта и нет ну давай начнем с фунта сейчас котировка 13650 13646 если бы совсем точным заседание банк англии а ну интересно тем что возможно очень высокая вероятность что банк англии повысит процентную ставку на 0 15 7 сотых процента вчера буквально вышел отчет по активности в сфере услуг который стал еще одну частью такого пазла на основании которого будет приниматься решение регулятора уместно ли сейчас или нет ранее мы помним комментарии главы банк англии были о том что инфляция на самом деле растет опережающими темпами чем ожидалось прогнозировались рост инфляции более устойчивый поэтому для британского регулятора сейчас ну более чем уместно начать ужесточать политику понемногу повышаем процентную ставку и как я уже отметил вчерашний отчет это дополнительное основание чтобы сейчас пойти на такой важный шаг который в принципе изменит общий подход регулятора к стимулированию аноники как бы в помощи последствий к вида и если это решение друзья будет принято я думаю что он далеко перекроет весь негатив который ранее был вызван снова возросшим количеством заболевших за сутки около 40 тысяч ну да нездоровые цифры ну все это компенсируется логичной реакции британской валюты логичной реакции актива на решение по росту процентной ставки которое априори должно предполагать укрепление курса поэтому я сегодня рекомендовал бы смотреть на уровень 1 37 и в случае его пробоя покупать уже смело с целями долгосрочными как раз под конец этого года с ожиданиями пары в районе отметки 1 40 что касается рынка нефти то сейчас локальный отрастаем со вчерашних минимумов которые были вызваны реакции трейдеров на данные по запасам нефти запасы выросли это несколько разочаровала участников рынка но мне кажется вчерашнюю динамику можно вот объясняют фундаментом с большой натяжкой потому что вчера рынок метался именно на отношении к общему настроению в преддверии важного фундаментального события я уверен то что заседание опек сегодня пройдет без каких-либо решений то есть не станут дополнительно наращивать принимать решение о дополнительном росте нефти добычи не станут поднимать планку по ежемесячному производству оставив все как есть то есть соответствие с прежними договоренностями уровень нефтедобычи будет расти до конца этого года в лучшем случае на 400 тысяч баррелей в месяц но самое интересное то что страны опека не выполняют даже эти обязательства эти условия сделки потому что реальный уровень нефтедобычи ниже в прошлом месяце в октябре страны опек плюс добывали 27 с половиной миллионов баррелей это примерно на 300 тысяч баррелей в сутки меньше чем было запланировано и оговорено в сделке аналитического пакта я думаю что это следствие опять же с одной стороны очень слабых производственных мощностей которые не позволяют нигере анголе выйти на те уровни которые должны соответствовать их кодом а с другой стороны мне кажется это внутренняя тактика страны пик плюс которые сейчас не очень-то заинтересованы в том чтобы цены на нефть обвалились потому что чем дольше продолжается период более высоких цен на нефть тем больше и лучше верстаются в бюджет и больше они получают этих нефтяных долларов не прогнется мне кажется опять сегодня под давлением не китая не сша не индии не пони откажется от дополнительного роста нефтедобычи и это может привести к росту бренда прямо с текущих уровней до 88 90 долларов за баррель ну конечно же ориентироваться на такой рост в рамках одной торговой сессии это наверное слишком потому что это почти 10 процентов восстановления с текущих уровней но мне кажется по факту такого события 5 процентов а нефть легко может дать и не слова тебе хорошо включая показ рабочего стола лично должно быть видно значит касательно фунта по фунту я пожалуйста соглашусь с одной лишь поправкой что по фунту могут сделать еще обновление минимума вчерашнего чем вчерашнего минимум текущей недели вот а потом уже двинуть в укрепление в принципе он у меня на самом деле основная идея идет на укрепление ровно до момента пока цена не пробьет все вот это накопление потому что накопление реально мощное значимое я сейчас могу его показать то есть вот как оно выглядит вверху нас рейтинговый объем с него же двинули вниз внизу находится у нас ключевой профильный объем его пока что цена пройти не смогла то есть у нас вчера именно с него от него точнее сделал он был отскок поэтому в идеале сюда бы дополнительно влить ликвидность может даже нижнюю границу зонки немного попилить и потом уже разворотку дать в рост точки зрения опционов здесь как бы ни туда ни сюда цена находится в середине баланса поэтому здесь опционы особо ни о чем не скажут не подскажут но исходя вот чисто из позиции конфигурации цены также с учетом таких вот локальных уровней поддержки с учетом крупного накопления вот сердцевина такой сегмент и уже первичная реакция была сделана то есть по несколько вариант что отсюда могут попытаться откупить лимиты здесь я не ставлю потому что но это очень такая рисковая затея будет особенно учитывая то что сегодня еще и процентная ставка по фунту хотя я не знаю ты говоришь что процентную ставку собираются повышать но как я понял ее решили пока что большинством голосов не трогать но опять таки может там конечно что-то и поменяется но во всяком случае я пока исхожу из того что трогать не будут и на фоне этого как раз вот небольшое такое локальное разочарование могут сделать в виде выброса вниз ну а потом лонговая татенция по поводу нефти значит нефть у меня изначально был основной вариант его давал еще в понедельник что коррекция вот к этой зонке он на самом деле классно это хорошая область построенная ну скажем так зонка вращения то область вращения совмещена с маржинальной зоной построена по данным экстремумом то есть в качестве коррекции она себя проявила очень хорошо то есть так не подошла сформировала отскок вверху по по мере роста цены выше здесь у нас есть очень сильная область построил заранее профиль и четко видно вот синим цветом он выделен это основной профильный объем который находится во всем этом движении учитывая то что было сделано перекрытие сегмента вниз и плюс депо контракта также будет сверху есть на несколько что движение вверх она будет являться коррекционным то есть пока что в рамках как минимум текущего месячного контракта это где-то это до 16 ноября мы вряд ли увидим какой-то мощный прям рост поэтому я лично больше все-таки за продолжение коррекции а потом уже только после этого новые более более значимо ростаaware что подобной конфигурации на самом деле мы и уже видели она у нас была расторгована вот в этой картине точно та же самая схема была перекрыть и сделали прошлого сегмента внутренняя коррекция без обновления максимума здесь то же самое вот она без обновления максимума после этого выброс вниз вот у нас выброс вниз потом коррекция поглубже к остальным профилям здесь основные профили находились вот в этом сегменте, и снова движение вниз, а потом уже только вверх на перекрытие. Поэтому здесь, я думаю, в таком более локальном варианте, но расторговать могут приблизительно вот такую же картину. К тому же вверху, здесь я сейчас построю, у нас также находится и одна вторая маржинальная зона сопротивления, которая дополнительно будет усиливать этот диапазон. Поэтому с учетом всех перекрытий, я все-таки склоняюсь к варианту, что вот от этой зоны еще раз отключи вниз, а потом уже, основной то, о чем ты говорил, там 87 и 90 такие уровни действительно есть, вот 90, но это на следующий месячный контракт, который вступает в силу после ролловера с 16 на 17 число. Поэтому здесь фактически это уже для нового опционного контракта, а так до середины недели цена может запросто падать вниз. Ну, в конце концов, у меня такой вариант, потому что на текущем месяце у нас дичайшая область перекупленности. Получается с точки зрения опционов очень сильная область здесь перекупленности. Так что я лично за углубление коррекции, потом только уже в развороте. Так, понял. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения. Ну что, ждем эти события, о которых было сказано еще раз, друзья. Все самое интересное впереди, на следующей неделе мы точно поговорим о том, где окажется нефть, фунт, и не забывайте, что под конец недели еще non-farm perils, которые также внесут свою лепту, динамику и смогут стать причиной дополнительного роста латильности. В общем, снова к тому, что нужно контролировать риски на таком активном рынке. Денис, хорошего у тебя закрытия недели, хороших выходных. Увидимся в следующий четверг. Пока. Всем спасибо, прибыли. Пока-пока. Пока.